Древняя Нажица, 63 километра к востоку от Москвы. Ни густой снег, ни минус 11 не остановили участников первенства экстремальная эндуро. Его уже несколько лет проводят при поддержке областной администрации спортивный клуб «Форсаж». Эндуро — это гонки по льду или просто по бездорожью на специальных мотоциклах, часто шипованных. За передвижениями мотоциклистов следит жюри. Занявшие первое, второе и третье места получают медали и подарки от спонсоров. Гонщиков разделили на группы в зависимости от подготовки и типа мотоцикла. Каждой группе дается от 15 до 45 минут. Побеждает тот, кто за это время успеет сделать больше всего кругов по трассе. Вот у нас получается старт. Первый вираж, получается левый у нас. И народ ушел на поле. По полю они ездят, 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 ездят. Переезжают на эту часть поля. Здесь тоже самое ездят, ездят. Потом за нашими спинами идет первая спрыжка на лед, на воду. Дальше они делают по ней подковку. Уезжают вот здесь вот, уезжают на эту часть поля. И там еще одна спрыжка очень интересная на лед и очень интересный подъем. Прям долго его готовили. На соревнования собрались 97 любителей экстрима. Вместе с семьями и организаторами несколько сот человек. В основном мужчины лет 30. Почти все небольшими командами по несколько человек. Подмосковьем их контингент не ограничивается. Сюда съехались спортсмены от Петербурга до Тамбова. Мы выступаем за команду эндуро-федерации. Образовались примерно года два назад. Участвуем во многих разных соревнованиях. В соревнованиях участвует большое количество ребят с Московской области. Мы разные даем результаты. Кто-то быстрее, кто-то сильнее. Но главное что? Главное это участие. И победа обязательно. Едем на эндуро-мотоциклах на 350-й в Бетте. Представляем, МХАТ. MX Action Team. У нас два представителя. Один в шипах. Я без шипов еду. Очень хорошее мероприятие здесь. Не первый год участвуем уже. В том году заняли второе место. В этом году планируем повторить успех. Прошлого года. Регистрационный сбор за участие в заезде 500 рублей. Для любителей эндуро, мягко говоря, не главная статья расходов. Специально оборудованные мотоциклы начинаются от 90 тысяч рублей. Один только комплект шипованной резины стоит 1030. В такую же сумму обойдется минимальный комплект спецодежды. Она защищает не только от мороза и грязи, но и от саморезов, которыми шипуют колеса мотоциклов. А по опыту прошлого лета, насколько это травмоопасно? Были какие-то инциденты? Данный спорт вообще на самом деле очень травмоопасен. Поэтому без экипировки, без шлемов, без мотобот специальных и без должной подготовки спортсмены никогда не выпустят на старт. И тем более не выпустят с более, скажем так, подготовленными товарищами. Не самое благозвучное название этого вида спорта эндуро произошло от латинского слова «выносливость». В дисциплине больше 100 лет. С 60-х проводятся чемпионаты Европы и мира. А еще раньше, в 50-е, эндуро пришло в СССР под названием «мотомногоборья». Конечно, чтобы побеждать в серьезных чемпионатах, нужна серьезная экипировка и месяцы тренировок. Но подготовку вот к такому заезду может осилить почти каждый. Ведь, как известно, главное не победа, а участие и ударная доза адреналина. Андрей Шашков, Максим Казаков. Новости 360. Продолжение следует...